Быстрее, выше, сильнее. Кажется, из этого понятия они бы выбрали второе, но для спорта важно все. Сейчас я веду речь о скалолазании. Сегодня мы решили узнать, где заканчивается любитель и начинается профессиональный атлет. Ну и собственно, со скольки лет этим можно заниматься. Вообще, конечно, скалолазание, как таковое, существует уже много-много-много лет. Однако, как полноценное движение, оно возникло сначала как альпинизм, когда люди начали ходить в горы, начали использовать веревки, снаряжение. И скалолазание было факультативом альпинизма, как элемент общего восхождения на скалу, на вершину. Затем скалолазание постепенно отделилось, но полноценное стало становиться видом спорта, наверное, когда появились скалодромы, которые ты видишь за мной. Когда появились скалодромы, когда это дело стало значительно более безопасным, более комфортным, нет потребностей мокнуть под дождем, это стало, конечно, сразу более популярным. Пожалуй, первые соревнования в Советском Союзе, если я не ошибаюсь, были проведены в конце 70-х годов, именно как соревнования по виду спорта скалолазания. Проходили они, конечно, не на скалодроме, проходили они на естественных скалах, на Кавказе, но это уже было именно скалолазание. Если верить другим источникам, то первые в мире официальные соревнования по скалолазанию состоялись летом 1947 года на скалах Домбая, Западный Кавказ. Дебютный чемпионат СССР по скалолазанию прошел осенью 1955 года на скале Олимп в Крыму. Участвовали альпинисты из Москвы, Ленинграда, Грузии, Армении, Красноярска, Свердловска, Осетии и Дагестана. На скалолазании всегда была довольно закрыта тусовка, стоит сказать. Это всегда была деятельность не то чтобы избранных, но немногих, как и любая экстремальная деятельность, конечно. Поэтому тусовка у скалолазов всегда довольно закрыта и не очень большая. В Ульяновске сейчас можно считать из взрослых 40-50 активных скалолазов. Это не считая тех, кто приходит, лазы для себя, тех, кто занимается их постоянно и выезжает на какие-то спортивные события в другие регионы. Как так получилось, что скалолазание, правильно вообще называю скалолазание, это правильно? В русском языке это так. Скалолазание вошло в олимпийский вид спорта? Я думаю, что это вопрос, который назрел уже очень давно. Конечно, не мне об этом рассуждать может быть, а для этого есть мог. Но скалолазание, как вид спорта, который набирает все более и более популярность, как вид спорта, который соответствует требованиям Олимпийского комитета, давно уже все хотели, чтобы он стал олимпийским видом. И вот это произошло. Как долго было рассматривалось вообще это все дело? То есть, как долго ждали? Наверное, первые новости, по крайней мере, до нас, до нашего города, до нашего скалодрома дошли еще в далеком 10-м году. Уже тогда пошли слухи, что включат. Это долго обсуждалось. Сам вид спорта приводился в соответствие. Менялись некоторые правила. Такие, например? Например, скалолазание стало многоборием. Если раньше у нас было три дисциплины, они и сейчас есть, но скалолазы соревновались в отдельности, каждый в своей дисциплине, то сейчас они соревнуются в общем зачете. Сразу три дисциплины нужно лезть, и во всех трех дисциплинах надо показать хороший результат. Это очень сложно. Среди скалолазов очень много трений, обсуждений на эту тему, но пока Олимпийский комитет решил, что это будет проходить в таком формате. Скалолазы, они же клаймберы или атлеты. Среди адептов этой культуры есть еще своеобразное название для внутреннего пользования. Иронично, сами себя они называют фанеролазами. Скалодром же сделан из фанеры. Ты уже заговорил о дисциплинах. Расскажи вообще, какие бывают дисциплины, какие бывают треки, вообще разновидности. Вот об этом поподробнее. Существует три направления, три дисциплины скалолазания. Одну из них мы видим за нами. Это болдеринг. Это серия коротких трасс, обычно довольно сложных трасс, которые скалал должен пролезть за минимальное количество попыток. Также существует трудность. Это лазание с веревкой, высокое лазание, до 17 метров. Когда у человека есть всего одна попытка, и он должен подняться на максимальную высоту, побеждает, собственно, тот, кто поднялся максимально высоко за минимальное время. То есть так и называется трудность. Это полноценное название дисциплины. Трудность. Ну, в русском языке. И также существует спид, скорость. Это эталонная трасса, одинаковая совершенно на любых соревнованиях, на любых скалодромах, где эти соревнования проводятся. Это эталонная трасса, которую спортсмен должен поройти максимально быстро. Фактически это бег по вертикали. Главный критерий каждой этих дисциплин, чем меряется, что ты крут? Вот поэтому-то и троеборье в Олимпийских играх очень спорный момент. Потому что во всех трех дисциплинах есть свои особенности, свои нюансы. И сравнивать их все равно, что сравнивать скорость легкой атлетики и марафон. Это немного разные вещи, в которых по-разному готовятся. Собственно, в скорости это скорость движения, сила, взрывная мощь. В трудности это общая выносливость. Когда спортсмен должен длительное время работать, болдеринг это тоже сила, но здесь важнее ловкость. В болдеринге очень много прыжков, каких-то элементов паркура, которых почти меньше в трудности, почти нет в скорости. Трассы отличаются категорией сложности. Вот как они меряются? Да, то есть как они меряются? По-разному расставлены? Или как вообще понять, что это происходит? Мы сейчас говорим сразу о двух вещах. Смотри, есть категория, это примерно оценка сложности. Настолько это трудно? А есть постановка, как их как раз-таки расставят. Зацепки расставляет постановщик. Постановщик расставляет по полету своей фантазии. Это фактически творчество. А категория, это примерно оценка. И здесь нет прописных истин. Потому что кому-то, например, высокому человеку, будет легко до вас в юных движения, а низкому там придется прыгать. И высокий скажет, что это легко, низкий скажет, что это сложно. Но мы возьмем другую трассу, где зацепки близко, и надо складываться, скручиваться. Низкий скажет, о, изи, все хорошо. А высокий скажет, что это трасса полный отстой, и он это не полезет, потому что сложно вообще зачем. Но этот спорт все-таки про команду или про личность отдельную? Скалолазание, как и любой экстремальный спорт, экстремальная деятельность, это в первую очередь преодоление себя, я считаю. Это борьба с собой, борьба с трассой, борьба со своими страхами, со своими слабостями, преодоление себя. Конечно, существуют и командные зачеты. На Олимпиаде, я думаю, будут обсуждать, сколько медалей собрала какая команда. Но скалолазание – это личный зачет всегда. Вот вы лазите по искусному рельефу, да, это скалодром, и по природному рельефу. Вообще, в чем разница? Я так понимаю, чтобы выйти в спорт, или вообще нужно сначала на скалодроме потренироваться, а потом выходить на природу, или наоборот? Вообще, вот разницу эту расскажи. Вообще, современная скалолазание настолько сильно отошло от канонов, классического, олдскульного скалолазания, как его еще называют, что это уже две разных вселенных. Можно отдельно заниматься только на скалодроме. Есть люди, которые лазают только на скалах. Это все больше и больше становится разными мирами. Но отличия, конечно, есть, и они очень большие. Лазание на скалодроме более безопасное, более комфортное. Здесь нет падающих камней, нет дождя, грязи и прочих опасных факторов. Все системы здесь продублированы, сертифицированы, надежны. На скалах такого нет, конечно. Поэтому лазание на скалах – это всегда дополнительный риск для твоего здоровья, для твоей жизни. На скалодроме можно делать разные трассы. И трасса может быть учебной, трасса может быть детской, трасса может быть спортивной. И если на учебной трассе любой новичок, человек особо без физической подготовки, будет лезть и безопасно спрыгивать с нее, то на спортивных трассах здесь уже могут быть и падения, и какие-то субмаксимальные физические движения, которые человек может травмировать. Вид, высота и прочие параметры скалодрома прямо пропорционально зависят от фантазии проектировщика. Самым маленьким скалодромом можно считать мундборд. Это тренажер, имеющий определенный угол наклона. Самую большую в мире площадь для лазания имеет скалодром в Нидерландах. Его высота в самой низкой части – 12 метров и самой высокой – 35. В целом, для каждой дисциплины свой скалолазный стенд со своими зацепками и особенностями. Вот, где заканчивается любитель и начинается спортсмен. Где эта грань? Здесь, наверное, нету строгой границы какой-то. В какой-то момент любитель плавно становится спортсменом, а иногда спортсмены плавно перетекают обратно к любителей ввиду тех или иных обстоятельств. Наверное… Ну, главное отличие их. Вот, любитель, ты сразу видишь своим персональным взглядом – «О, это любитель, а это красавчик спортсмен». А, да, так и бывает всегда, конечно. Ну вот, расскажи, где эта грань? Как понять? Эта грань – готовность к риску. Любитель и новичок никогда не станут делать на маршруте движения, в которых они не уверены. Спортсмен будет рисковать. Он будет пытаться сделать то, что он еще никогда не делал. Опиши типичное тело клаймбера, да? Клаймбера, да, такое слово. Расскажи, вот, ну, каким обладает качеством именно физически человек, который постоянно лазит на скалодроны? В общем, скалолазание очень сильно развивает, во-первых, ключевой пояс, конечно, потому что это основной инструмент работы на стене. Однако, так же прорабатываются абсолютно все мышцы тела. Большинство скалолазов, на которых мы посмотрим, это жилистые, сухие люди с минимальным количеством жиров. При этом, в идеале, это еще и гибкие люди. То есть, как говорится, классическое представление атлета, как оно должно быть. Чем же так этот спорт привлекает девушек? Девушек? Может быть, парнями в топлисе? Кстати, как вариант, да. Ну, на самом деле, это привлекает девушек по нескольким причинам. Во-первых, это очень интересный формат фитнеса. Это, в первую очередь, не скучный формат фитнеса. Он позволяет тебе быть стройной, он позволяет тебе вести интересную деятельность, не скучную, не однообразную, и поддерживать тебя в очень хорошей форме. Плюс, все девчонки, наверное, любят немножечко покрасоваться, когда красивая барышня лезет по стене. Ну, тут все взгляды, конечно, на ней. Со скольки лет этим можно заниматься? Вот, да, где нас, да? Лазят детишки. То есть, отличие детского скалолазания, детского, возможно, спорта от взрослого. Скольки лет можно начать и когда закончить? И когда закончить? Тут существует несколько позиций. Во-первых, существует официальная позиция. Официально в болдеринге дети именно выступают с 10 лет. Сейчас мы говорим именно о спортивном процессе, о спортивных разрядах, о участии в соревнованиях. В трудности этот возраст чуть меньше, в скорости тоже чуть младше 10 лет. Однако, к нам на скалодром начинают приводить детей уже с 4-5 лет. А мировые звезды скалолазания, такие как Адаму Ондера, Ашима, это дети, которые, наверное, начали лазать по скалодрому еще раньше, чем начали ходить по земле. То есть, как только ребенок начал передвигаться более-менее осознанно, ну, уже пускают на скалодром. Ну, конечно, со страховкой родителей, с поддержкой, но буквально вот с 1,5-2 лет. Скажи, как вы тренируетесь еще, готовитесь с соревнованием помимо скалодрома, или все время только тренировки выглядят лазаньи, или там тренажерные залы, и какое питание должно быть? Оно вообще влияет на результаты? Процесс подготовки, конечно, это не только лазань. Конечно, помимо лазаньи у нас есть еще и общая физическая подготовка, это работа с турником, работа с какими-то весами. Также существует у нас СФП, так называемая, это специальная физическая подготовка, это отдельная тренировка на пальцах. На пальцах? Конечно, отдельно тренируются, прокачиваются. В общей физической подготовке всегда обязательно делаются упражнения на укреплении всех суставов. Потому что нагрузки очень большие, нагрузки происходят в разных плоскостях, сложные несочетанные нагрузки, поэтому дополнительно укрепляются суставы сухожилия. Ну и тут мы плавно подъезжаем к теме питания, потому что с такими большими нагрузками никак не обойтись без правильного, как минимум правильного питания. Все наши спортсмены, как тренеры, всегда им объясняют, как важно и правильно есть, и достаточно много. Ну, конечно, без усердия. В том числе многие, кто занимаются профессионально, уже начинают употреблять спортивное питание, дополнительное питание, когда уже нагрузки становятся очень большими. Какие-то противозаконные тоже, наверное? Ну, конечно, нет. На самом деле все очень просто. Еще ничего человечество не придумывает лучше, чем холодца и желатина для суставов, например, да? О чем вы думаете, когда лазите? Обдумывание трассы, то есть думать, что дальше делать. Да, ты думаешь, но основное обдумывание происходит на земле. Решение, что ты принимаешь здесь, что я сейчас попробую там сделать. Когда уже там, у меня лично в голове так вот нафиг, то есть пусто. Мысли нет, есть только движение, напряжение, контроль дыхания, сосредоточенность. Сосредоточенность на движении, каких-то мыслей нет. И, наверное, это то ощущение, ради которого мы здесь собираемся. Кстати, мы плавно перешли к этим ощущениям. Я когда готовилась к этой передаче, возник такой вопрос о главных традициях, ваших интересных штучках, такой внутренней кухни. Знаешь, я загуглила еще цитаты великих скалолазов, знаешь, и тут были такие цитаты, я тебе сейчас их процитирую. Я люблю альпинизм. Я не знаю, кто это говорил, но это были цитаты великих каких-то скалолазов. Я люблю альпинизм, потому что ловлю кайф, когда, наконец, все это заканчивается. И вторая. Высотные восхождения похожи на пробивание головой кирпичной стены. Самый кайф, когда это заканчивается. О каком кайфе они говорят? Во-первых, это все-таки цитаты альпинистов. Альпинизм очень сильно отличается от скалолазов. Это не только я пришел на стадром, я лазаю. Альпинизм это очень длительный процесс, начинающийся с подготовки, поездка до горы, восхождение до ледника, восхождение по леднику, штурм, потом штурм вершины. То есть это процесс, который затягивается много-много-много недель. И сам процесс восхождения, когда начинается, это постоянное напряжение. Движение без права на ошибку. Возвращаясь на плато, возвращаясь в город, ты по-другому чувствуешь вкус жизни после вот этого хождения по лезвию. На скалодроме это все более утрировано, оно все меньше, быстрее. Когда здесь нету такого отрыва от реальной жизни. Есть опустошение в голове, но ты не уходишь в другую вселенную. Здесь скорее ты становишься зависящим от триумфа восхождения. Когда вы с ребятами лезете какую-то трассу, и она никому не дается, и вы раз за разом ее штурмуете, то у кого-то это получается первым. И вот это ощущение, что я сделал, я сумел, оно вызывает очень большой выброс эндорфина. На преодоление той или иной трассы у атлета могут уйти годы. У скалолазов очень высокая степень поддержки. То есть даже это было видно на фестивалях, когда незнакомые совершенные люди между друг другом могут увидеть, что лезет очень сложно маршрут. Они могут не знать этого парня, но они знают эту трассу. И все сразу сплочаются, начинают его поддерживать, кричать «давай», «дам-дам». Или сразу все расступаются, чтобы… Есть такое негласное правило, если лезет людей маршрут, и эти маршруты как-то пересекаются рядом, то тот, кто лезет в более легкую категорию, должен прекратить восхождение, спрыгнуть и дать шанс пройти тому, кому сложнее. Это негласные, не писанные правилами, они работают, и мне трудно представить, что как-то можно быть без них. Еще, наверное, такие интересные штуки есть, что здесь очень редко здороваются, как обычно принято между мужчин. Здесь больше, как у сноубордистов, только у сноубордистов это вот так, смотри, в рот и кулачками только уже. То есть у сноубордистов это делается потому, что у них перчатки, варежки, и это долго снимать, снег. У скалазов, клаймеров это делается потому, что мы обычно все в магнезии, мы перемазанные. Слушай, ну вообще дорого этим заниматься в реальных условиях? Скалазание-то очень достаточно дешево. Сейчас я говорю о публикативном лазании на скалодроме, а не о каких-то путешествиях, конечно. Обычный визит на скалодром стоит в районе 250 рублей. Даже в какой-нибудь Москве это будет стоить немногим дороже. И эта плата за вход, когда ты приходишь и тусуешься, здесь неограниченное количество времени. Да и само снаряжение не потребует серьезных затрат. В арсенале среднестатистического болдерингиста есть скальные туфли и мешочек для магнезии. Все это обойдется в 5000 рублей. Открывать кошелек пошире придется в том случае, если со скалолазанием завязать серьезные и длительные отношения. Ну и мой главный финальный вопрос, который задаю всем. Давай, я готовлюсь. Три главных качества профессионального атлета. Однозначно первое это будет упорство. Без упорства ничего не выйдет. Может быть даже упорство будет пускай на втором месте. Главное это желание преодолеть себя. Да, желание борьбы. Потом к ней прилипает упорство, потому что желание без упорства останется сидение на диване. И третье... Ладно отдельно выделить его. Преодоление себя, упорство и... Упорство и... Любовь к этому делу. Скальные туфли до жути неудобные, несмотря на то, что размер соответствующий, внутри обуви тесно. Но стуфель слегка загнут вниз. Это необходимо для устойчивости непосредственно на зацепках. Обувь, в которой жмет, и устающие пальцы – первое препятствие, с которым столкнется каждый на начальном этапе. Ну если вы не золушка, конечно. Мы начнем с тобой с немного более простой вещи, с ознакомления. Для того, чтобы человеку, который только пришел в скалодром, было не очень сложно, мы начнем сначала лазать с веревкой. Без страховки на первых порах никуда. Поэтому один комплект снаряжения надела я, второй остался у инструктора. Ограничений по весу и росту, кстати, нет. Скалодром и страховка выдержат любого человека. Та страховочная система, что на мне, к примеру, способна держать до 600 килограммов. Мы прицепим тебя к веревке, и когда ты будешь подниматься наверх, я буду постоянно ее вытягивать. Когда ты устанешь лезть, или доберешься до вершины, или случайно сорвешься, ты просто полиснешь в ней, и я тебя, когда легче, медленно опущу вниз. Главное в этом деле – довериться как инструкторам, так и снаряжению. Некоторые болдринги любят использовать вот такие большие сумки, видишь, как он веселый. На самом деле внутри та же самая магнезия. Сейчас я тебе ее открою. Прикольная сумочка. Да. Внутри лежит большой шерстяной шарик, который надо помутать рукой. Давай, сейчас открою тебе ее. Давай. Видишь, внутри шарик? Да. Да, жамка еще рукой. Рукой. Такой пум-пон там, да? Да-да, что, увлекаешься, смотрю, да? Все, и вторую. Это что-то мало, мне кажется. Не, нормально. Да, нормально? Конечно. Укомплектованная полезла проверять свой уровень доверия. Нужно было залезть повыше, а после повиснуть на веревке и спуститься, желательно, как грациозная лань. Коленки немного надо согнуть. Ага. И когда я тебя спускаю, ты будешь просто в этой позиции идти вниз спустения. Ага, а руки как держать? Руки лучше держать опущенными вниз. Просто так. Если ты держишь руки поднятыми, они затекают и меньше отдыхают. Когда ты опускаешь руки вниз, к ним приливает кровь. И плюс, в случае какого-то чупа, если ты спускалась, ты начал разворачиваться, ты можешь выставить руку и остановить себя. Супер. Ну давай, готовы? Я тебе медленно начну спускать. Не хватайся за веревку, веревка. Ага. Все, поем. И вставай. Класс. Ну а после совершила пару-тройку восхождений. Милые дамы, обращаюсь к вам. Проверены на себе. С длинными ногтями карабкаться действительно неудобно. Мечтайте, друзья мои. Камни разные. Попу ближе к стене, наоборот. Да. Правые ручки. Сначала руки вверх. А куда девать колени? Еще выше руки. Да. Вот теперь на середину высоты ноги подшагнула. Лучше ракурс снимать. Начинающему скаловозу нужно освоить три главных правила. Нужно идти ногами, прижиматься как можно ближе к стене, ну и не очковать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова